друзья приветствую всех сегодня с нами в эфире григорий тамар вы увидите прекрасно знаете военный эксперт офицеров отставки армии обороны израиля и историк здравствуйте григорий здравствуйте добрый вечер ну вот начну с того что в газе так сказать все идет по плану город газа окружен подразделение израильской армии продвигаются со всех сторон сектор разделен на две части но вот все что мы знаем из новостей вызвала фурор вот перехват баллистической ракеты из Йемена и я хотела сегодняшнее интервью с вами начать вот с того что вы немножко рассказали о системе про израиля вот как она структурирована потому что я себе там большую статью читала по этому поводу и там довольно интересно все происходит ну если вы помните когда мы все учились в советской школе люди нашего поколения у нас на уроках политинформации и нбп пугали американской программой про звездные войны программа звездные войны в действительности да здесь была такая программа и вот современная израильская система про это одно из немногих ее реальных воплощений потому что система противоракета heads это ли что иное как результат программы звездных потому что это изначально ракета была финансирована профинансирована ее создание и разработки были совместные между сша и израиль и ракета это начала создаваться в конце 80-х годов первые испытания начались девяносто первом году если не ошибаюсь мину и впоследствии очень сильно получил это сказать ну скажем так уж ситуация когда была первая война в заливе америка на иракская израиль обстреливали скадами баллистическими ракетами среднего радиуса действия и собственно сложилась ситуация при которой на момент не было ни одной системы в мире которая была предназначена для борьбы с подобным видом угрозы американцы предоставили израилю патриот которые не очень хорошо справлялись с этой задачей потому что изначально это были системы против самолетов последствия патриот были несколько раз модернизированы и как сегодня прекрасно знают жители украины вот последняя форма модернизации она позволяет бороться самыми современными российскими ракетами достаточно успешно однако это три десятилетия американцы вкладывали в это деньги и мозги для того чтобы ее трансформировать угрозам современной войны израильтяне разработали за это время три поколения ракета хэдс-1, хэдс-2 и хэдс-3 и вот эта ракета хэдс-2 которая была применена это фактически первый случай в истории войн когда фактически мы можем говорить о начале звездных войн потому что эта ракета поларизировала цель когда она вышла безвоздушная то есть вышла в откуда космос сейчас можно долго спорить на уровне если бы среди нас были специалисты по космонавтике по астрономии по каким-то таким вот естественным наукам был ли это открытый космос или это были верхние слои стратосферы это уже такая абсолютно не имеющее значение семантика важно что подобных действий военных никогда не было и существует еще у израиля ракета хэдс-3 еще более со временем что характерно для этой ракеты в силу того что она изначально проектировалась для того чтобы быть в состоянии бороться и с ракетами которые несут неконвенциональные боеголовки то она поражает свою цель непосредственно попав вот ракета попадает в ракет то есть идет баллистическое поражение соответственно во первых ну сам по себе сама по себе боеголовка там не очень большая может нет необходимости в этом она просто даже просто попав вот в ракету она уничтожает ее соответственно происходит это на очень большом расстоянии от цели так что фактически обломки там и с содержимое это неконвенциональное оружие не может нести ущерба израилю и соответственно это говорит о том что точность применения ракеты она высочайшая то есть как обычно ракета действует она взрывается непосредственно рядом с целью и вот этой взрывной волной уничтожает ракета здесь идет речь о том что она попадает в нее как в мишень представьте себе какая точность наведения если с огромной скоростью летящая ракета в общем-то ее сбивают ну понятно совершенно что если мы сравним характеристики там всех этих кинжалов калибров там и прочие всякой нечисти российской то конечно она в совершенно состоянии с такими ракетами справляться понятно совершенно но также в этой всей ситуации интересно и то что фактически у террористической армии на вооружении стоят баллистические ракеты среднего радиуса это само к себе тоже интересно да ну и как бы огромное количество вот чтобы вы рассказали два слова если возможно об этой разработке которая находится вот о системе лазерной системе световой щит которая только в разработке знаете я я не буду на эту тему я не буду на эту тему ничего говорить по очень многим причинам давайте дождемся официального я подчеркну официально по заявлению спикера армии обороны израиля что эта система стоит на вооружению нашей армии и после этого я буду это комментировать у меня есть очень много причин не каким образом не комментировать те все многочисленные много лет уже муссирующиеся в прессе заявление что эта система практически вот уже через несколько месяцев я вот эти несколько месяцев слышу уже лет десять вот когда будет 25 году мы на эту тему с вами поговорим потому что барон мюнхаузен знаменит не тем что он летал на лумово тем что никогда не врёт поэтому я не буду я не буду это комментировать я понимаю что там сенсация и все и в заголовок поставить потом что вот там спикер из израиля сказал так вот спикер из израиля ничего не сказал когда наш начальник генштаба озвучит это тогда я скажу все что я на эту тему знаю я на эту тему кое-что знаю вот именно поэтому я предпочитаю молчать когда идем дальше в целом и войны подождите подождите вы начали так сказать обсуждать технологические новинки давайте уже этот гештальт закроем помимо анима применение ракеты впервые боевых условиях помимо того что это впервые открыта страница звездных войн не на уровне учений кстати интересно что это эту страницу открыла не грозная россия с ее там военно космическими силами открыл маленький израиль впервые вышел в открытый космоса когда его попытались не с агрессивными кстати намерениями а исключительно оборонительными вот но на этом новшества в этой войне не закончились впервые в истории самолет f-35 который является на самом деле не как вот меня недавно поправили не американским а американо-израильским самолетом потому что когда этот самолет попадает в израиль американцы израилю единственной стране дали право менять там электронную начинку поэтому израильтяне его потрошат и ставят туда израильскую начинку и вот этот самолет он сбил крылатую ракету противоракета это тоже впервые в истории вон что именно этот самолет этого класса вот таким образом был применен в боевых условиях потому что как мы с вами знаем f-35 в отличие от f-16 который там уже очень много лет на вооружении f-35 самолет достаточно новый и в боевых условиях он применялся очень ограниченное число раз вообще вот теперь в этой связи если мы уже сами затронули вот этот аспект вообще атаки наших южных рубежей с территории йемена тут есть два интересных аспекта ну во первых первая атака которая была предпринята и и отбил американский сми ну это в общем ничего удивительного нет нас уже были в прошлом прецеденты когда израиль сотрудничал с америкой в боевых условиях например в девяносто первом году когда была война будет пустыня операция а вот чтобы израиль сотрудничал с саудовской аравией в боевых условиях такое конечно впервые это повторяется раз за разом потому что в саудовской аравии раз за сбивают арматы из пилотников которые идут с территории значит вот емец который контролирует еминские повстанцы сторону за ну формально саудовцы говорят что вот нам приближается армада каких-то воздушных целей мы посылаем позывной слой чужой и вот они там не откликаются поэтому снимают как акт агрессии мы их сбиваем но идут они бомбить израиль вот этот момент сотрудничества военного он невероятно важен именно как такой вот символический аспект особенно учитывая тот факт что саудовская династия правящая заявила что когда вот горячая фаза конфликта сейчас успокоится ну рано или поздно успокоится саудовская аравия не будет возражать возобновить переговорный процесс о мирном урегулировании между израилем и саудовской аравией саудовская аравия и египет это два важнейших арабских государств с точки зрения геопилитического веса с египтом у израиля давно прочный взаимовыгодный а вот саудовская аравия с такой мир будет установлен то это будет конечно невероятным геополитическим прорывом который крайне невыгоден некоторым странам таким как иран ну это понятно такому государству как китай это крайне невыгодно крайне ну посмотрим чья возьмем но вот тут все есть нашим разговором о технических новинках очень интересно ваше мнение по поводу того что некоторые израильские военные эксперты анализируя произошедшее пишут что после волн сокращения за последние 20 лет израильская армия оборона она подошла вот якобы красной линии по количеству сил относительно имеющихся задач есть ряд генералов которые считают что не нужно было сокращать армию что ну там скажем ну такой как генерал-майор за мир да он считает что все таки там всякие хитроумные спецназы и новинки дистанционное поражение этого недостаточно нужно иметь достаточное количество войск как вы смотрите вообще на вот эту дискуссию мы с вами сейчас затронули важнейший аспект военного строительства и как это ни странно может показаться первым вот эту вот идею что нужно иметь маленькую умную армию ее пропагандировал в середине 30-х годов свое время дегольф выступая в тот момент сказать как военный теоретик это очень модная концепция которая раз за разом демонстрировала свою несостоятельность свое полное банкротство и израиль оказался в этой ситуации пошел на поводу вот у этого модного веяния хотя ему уже около ста лет и она раз за разом демонстрировала свое несовершенство кстати сказать концепции деголя французским геншталом не были приняты в свое время что не спасло их от поражения во время второй мировой войны но это совершенно другая история там были совершенно другие причины однако он предлагал сократить французскую армию там до 100 тысяч человек пехоты но всех их позадить там на грузовики и бронетранспортеры что понимали бэм мобильные сейчас не хочу погружаться так вот я военный историк одна из моих ипостаси так вот израиль уже не первый раз выступает на эти грабли я надеюсь сейчас это будет последний раз уже все уроки будут извлечены после второй ливанской войны какая была концепция сначала очень много было выделено денег на армию потом было принято решение что мы всех врагов победили значит большево закончились опять же знаете вот как я вроде евреи умные люди иногда делают такие глупости что мне прямо аж я пожимаю плечами но уже два года почти идет война между россией и украиной но уже можно было воюющей этой стране которая воюет 75 лет без перерыва понять что не прошла эпоха больших войн вот в сердце европы реки крови и его там массы пехоты там и авиация и дроны и танки и все что вот не вы не сделали вывод своевременный и израиль встал на путь ну он это как всегда было свойственно израильской армии но последнее время это совсем вот приобрело такой вот гипертархированный акцент укрепление спецподразделений в израиле есть огромное количество этих спецподразделений думаю самое большое количество в мире с точки зрения армии то есть очень большая там дифференциация по специальности но спец я подготовлены они наивысшим образом экипированы но спецподразделения но и то есть спецподразделение что она выполняет специальные ограниченные задачи в нем могут быть десятки в очень редких случаях сотни людей но и но сотни это не 900 а сотни это там 200 300 да вот мало малое количество стоит но как правило 10 соответственно когда они сталкиваются с задачей крупномасштабной войны они не в состоянии просто хотя бы даже по численности выполнять эти задачи и то что произошло вот в эту трагическую субботу 7 октября когда случилось вот это когда стало понятно ну что произошло что-то из годового находящего никто не понимал масштаба еще но думали что ворвались десятки террористов на территорию израиля многие десятки оказалось что ворвались несколько тысяч то первое что произошло туда бросили вот эти именно спецподразделения ну прежде всего потому что они были максимально мобильные они были как правило на вертолетах там или там те кто в том в тех окрестностях были они были на соответствующей технике или в бронированные джипы и они прибывали туда и сталкивались допустим прибывает два десятка бойцов а там ведет бой скажем группа террористов полторы сотни то есть они допустим ведут бой с вот этим вот ополчением какого-нибудь кибуца да то есть поселка прибывает им подмога там 20 человек то есть этих 20 еще 23 а этих полторы сотни и вооружены там и командометами и пулемет и поэтому были такие ситуации что вроде бы уже и подмога подоспела и вроде бы там и ведет бой и это но перелома не наступает потому что большое численное превосходство все равно террористов и потом вот давал интервью один из офицеров ну как бы спецназа и он сказал что мы находили ситуации что мы под перекрестным огнем мы несем потери у нас кончаются боеприпасы и мы понимаем что нам надо держаться и он говорит и периодически какие-то там единичные или малые группы военнослужащих приходит нам на помощь я спрашиваю ты откуда я там из подразделения спецподразделения такого то я там из спецподразделения такого то я успокоился в тот момент когда человек который увидел форме я спросил откуда ты он сказал я из пехотной бригады номер такая соответственно он понял что подошла вот уже регулярная армия не спецподразделения то есть подошли такие массы войск которые уже вот могли решать боевую задачу потому что я напомню что прорыв террористов он был порядка пяти тысяч человек ну по совокупности примерно половина из этого был спецназ хамасовский бригада спецназа плюс еще там сочувствовать вот так сейчас израиль я понимаю что ожидает период укрепления армии благо есть что укреплять мы видим что выучка и мастерство и тактические навыки очень высокие и мотивация и я думаю что сейчас очень большие деньги выделены израильским бюджетом и американцы конечно же в это пишутся материально и израиль ждет очень серьезная модернизация вот опять же возвращаясь там я не знаю насколько в курсе граждане украины которые следят за новостями но у нас есть такой вот политик в израиле он русскоязычный кстати выходец из советского союза когда-то приехал очень много лет назад из того места которое сегодня называется республика молдова если не изменяет память его зовут вектор либерман он у нас лидер одной партии в основном русскоязычных израильтян и он был там министром транспорта министром иностранных дел и вот министром обороны штатский человек стал министром обороны это был по-моему семнадцатый год и он привлек консультанта эксперта понимая что он недостаточно квалифицирован для того чтобы в них быть глубоко он человек основательный такой серьезный функционер партийный и он привлек такого основного генерала пика сейчас это именно слух очень в израиле генерал брик он составил отчет очень физически разгромные бы даже сказал и вот вектор либерман пытался вооружившись этим консультантами его материалами изменить ситуацию они там направились начальнику генштаба министр он понял что он не может ничего изменить принципиально нашу пацан так вот о чем писал генерал брик например тут я прибыл на северную там скажем пехотная бригада должна держать участок фронта ну потому что у нас сирии же нету на фронт допустим 12 километров пехотная бригада а потому что происходит количество бригад недостаточно и она держит не грязь к вам этот 24 хорошо допустим допустим в мирное время держит от штук это я начинаю разбирать количество по факту личного состава я понимаю что она укомплектована на 40 то есть по сути в такой ситуации бригада может расставить часов она не может уже никакие действия военные осуществлять кроме охраны патрули это максимум на что она способна то есть она даже учение такой ситуации не может родить мне просто нету для этого личного с обучение вот конечно будут сделаны выводы конечно ну я просто знаю уже лично там людей которые заплатят свои карьеры военные за это ну уже сегодня не секрет что командующий юнджим военным округом по завершению операции планирует подать в отставку что собственно естественно как бы то есть это самая лучшая реформа это реформа за которая заплачена кровью вот это к сожалению это доказано истории вообще цивилизации по-другому как-то реформы быстро почему-то не идут к сожалению видимо это видимо это неизбежная ситуация да наверное вы правы ну вот в любом случае вот такая у нас сложилась сложилась история нашей армии и я хочу лишь подчеркнуть что сейчас наша армия ведет боевые действия исключительно сложной ситуации эта сложность продиктована тремя параметра во-первых беспрецедентная фортификация которую выстроил хамас от земная фортификация во вторых необходимость во главу угла поставить стремление к сохранении жизни мирного населения сектора газа все те кто говорят что израиль занимается ковровыми бомбардировками это лжец лжец или идиот который не понимает что такое ковровые бомбардировки что такое ковровые бомбардировки нужно спросить у жителей краматорска или харькова израиль даже не имеет такого военного оборудования чтобы осуществлять ковровые бомбардировки так вот второй аспект сохранения жизни мирного населения а третий аспект от факт что там находится израильский залог поэтому израильская армия действует ювелирно демонстрируя высокую воинскую выучку высочайший уровень координации между частями и подразделениями и городских условиях при этом я должен подчеркнуть определенные моменты которые будут понятны моим украинским коллегам израильскому командованию офицерам не достает понимание как противодействовать не использовать а противодействовать беспилотникам в условиях современной войны потому что израиль впервые столкнулся ситуации когда против наших войск в таком количестве используются беспилотники и тут бы нашим офицерам обменяться опытом с вашими командирами я думаю было бы это очень полезно и вообще если уже по уму исходя из соображений здравого смысла я думаю что имела бы большую пользу армии украины для армии израиля создать консультационные группы которые работали в постоянном режиме которые бы занимались совместным армейским строительством вам нужно создавать современные ввс наши летчики лучшие летчики в мире военные нам очень помог бы опыт ваших военных в понимании что такое современная полномасштабная война мы таких воин не вели 50 лет 73 года не вели такие воины и вот это вот обмен опытом такой он бы мог очень обогатить знания обеих сторон но я бы хотел вам задать вопрос с этим третьим пунктом да о заложник вот я же очень много сообщений да о якобы о возможности частичной сделки по заложникам то есть включающие временное прекращение огня об этом пишут многие паблики и тут как бы ставится вопрос надо решить надо решить там скажу что есть является целью да вот то есть свержение хамаса и ликвидации военных возможностей или прекращение огня и вот тут возникает у многих дискуссия да потому что эти две цели мешают одна другой для израиля вот потеря времени ну смерти подобной для военной операции а там а прекращение огня как раз вот и есть это потеря времени вот ваша личная позиция как было бы здесь правильно да нету здесь никакой дилеммы и быть не может хамас недоговороспособная сторона очень жалко что израиль понял это потеряв полторы тысячи граждан убитыми масс недоговороспособность любые переговоры с хамасом григорий говорят что это позиция сша ну что вот они склоняют израиль это неправда это неправда давайте я сейчас объясню давайте позицию сша если что то что договариваться с хамасом это примерно то же самое что пытаться договариваться с путин это все равно что пытаться договариваться с карточным шулером о правилах игры давайте я объясню позицию сша у власти находится президент демократической партии на него оказывается очень большое давление ему нужно найти его возможность это давление ослабить поэтому американцы навязали израилью ситуацию когда израиль начинает завтрашнего дня так называемые гуманитарные паузы по четыре часа в сутки которые позволяют выйти мирным жителям и завести там оставшимся продукты питания пресную воду лекарства но это не прекращение огня если израильские военные в эти гуманитарные паузы видят какую-то цель которая является оправданной для кредации они это делают это не прекращение огня это отказ от применения тяжелых видов вооружений от полномасштабных военных действий тогда почему плохо для израиля идти на прекращение огня что пытался хамас вот давайте давайте я немножко шире поставлю позавчера утром выступает пресс-секретарь армии обороны израиля и говорит несмотря на невероятный прессинг военный на хамас он не демонстрирует потери координации и вот управленческого коллапса полтора суток назад не прошу прощения два с половиной дня назад извините меня уже не смысл это было два с половиной дня назад вчера вечером то есть сутки назад выступает начальник штаба и говорит что хамас начал демонстрировать признаки потери координации то есть эти полтора дня вот которые прошли полтора суток они были критические и тут когда вот пресс-секретарь значит это озвучивает вчера вечером сегодня утром хамас заявляет а давайте мы освободим от 10 до 15 заложников в обмен на 48 часов прекращения огня во-первых что такое 10-15 заложников пресс-секретарь 250 там 235 но это же смешно ну хорошо там я теперь если бы это был серьезный разговор если бы был разговор я понимаю мы освобождаем женщин и пить скажем да израиль бы пошел но даже семьи заложников сказали не соглашаться на потому что это жалкая подачка организации которая находится на грани физического уничтожения они еще нам условия ставят вы понимаете это все равно что на поведение бандитов вот знаете бы ковать наглеть извините за грубость да но это значит почему для израиля плохо это во первых любая любое прекращение огня эта ситуация когда израильская армия останавливается и тут же превращается в мишень и все прошлые ситуации с прекращением огня заканчиваются для израильской армии трагически вот в одной из операций уже не помню какую в одну из прекращения огня был похищен израильский солдат и потом убит так что это всегда для израиля очень невыгодно тактически тем более что давайте не будем забывать там же не только хамас там 30 тысяч штуков хамаса но сейчас уже меньше потому что они понесли потери порядка трех тысяч убитыми только но тем не менее изначально было 30 тысяч штыков хамаса 10 тысяч исламский джихад и еще по моим оценкам тысяч 10 это более мелкие различные террористические организации и многочисленные криминальные кладки то есть порядка 50 тысяч штыков так стать совсем не маленькая сила если принять во внимание что они ведут оборонительные бои в хорошо укрепленных позициях и израиль там сконцентрировал группировку которая непосредственно вошла она не больше качества она абсолютно сопоставим теперь значит во-первых это тактически невыгодная израильская второй момент как только прекращение огня тут же хамас он может во-первых вывести из полуокружений определенные свои подразделения он может перегруппироваться он может наладить возобновить там связь пополнить запасы боеприпасов куда необходимо подбросить там солярки ведь у них же критический момент это вот снабжение вот этих красивых пор электроэнергии для вентиляции а для этого солярка израиль ищет эти склады и бомбит там нанесли поражение по этому складу там было какое-то невероятное количество этой солярки потому что взорвалось так что тряхануло город ашкилон который находится в 25 километров от газа и там полыхнула как пасть дракон в земле там было какое-то хранилище так вот второй момент значит они могут перегруппироваться и есть реперами мы же понимаете мы ведем войну не столько не только с хамаса вот это вот вся марксистская падаль западного общества вот эти все значит журналисты вот эта вся академическая элита которые они же не понимают что когда хамас придет к ним они их будут первыми убивать и на силу извините я перебью на секундочку я хочу просто добавить я сегодня с ужасом и удивлением узнала что вместе с бандитами с террористами шли журналисты многих фотокор уважаемых изданий во время нападения мне кажется это понимаете меня это не удивило послушайте меня это не удивило я хорошо помню я когда вот служил по молодости в армии значит мы охраняли тюрьму с террористами рядом с деревней до ария это была такая ну не была она и есть в районе хевроновская дерь там было много интересного много я повидал там и вот один из моментов значит нужно было обеспечить охрану делегации красного креста когда они проверяли условия жизни террористов в израильских тюрьмах для террористов я сейчас просто расскажу ну чтобы граждане украины они понимаешь будут кататься от смеха но я вам правду рассказываю значит когда вот живут террористы в тюрьмах да там было как бы большое кпз и мы возили их постоянно на суды накомбурировали если там есть повар среди осужден то не дают им вот как бы пойти да то есть а дают им продукты и они готовят себе сами теперь арабы они очень вкусно готовят не очень вкусно национально ну по крайней мере мне нравится считается известно так они там готовили ели так же они ели намного лучше чем и солдат и значит им поставляли там все что там нужно по разнарядке там мясо овощи фрукты там не все необходим они получали фрукты бананы дыни там яблоки они их не ели они их плали под матрас где начинали гнить когда приходили вот эти комиссии они вытаскивали их под матрасы и показывали вот смотрите чем нам честно чем нас кормят сианисты и вот как-то раз прихожу я значит туда как охраняющий с некой молодой барышней французской которая блондинка голубоглазая которая пришла туда в миниюбке в эту тюрьму большого ума видимо и давай значит сокрушаться вот она с ними на английском говорит они плачутся значит и она мне говорит вы там вы не люди вы фашисты вот смотрите как бы над ними издеваетесь вы вы их морите голодом и тут я совершил совершенно немыслимое для солдата израильского действия я и говорю послушай я вот сяду в тюрьму в армейскую но я сейчас делаю одну вещь я выйду отсюда я тебя оставлю с ними найти а потом через полчаса вернусь и я пошел выход и она увидела это она поняла что есть а она просто бросилась на перерез и быстрее чем я в общем практически ее быстрота спасла меня заключение на 28 дней в армейскую тюрьму но вот такая была история когда они понимают что их могут вот оставить один на один с вот этими вот милыми как это сказал один из подонков российских хамас это авангард палестинского сопротивления вот так вот с этим авангардом когда их оставляют один на один ну как сказал один из израильских спецназовцев офицеров который воевал 7 октября хамас это очень смелые мужественные воины лучше всего у них получается воевать женщинами и детьми со спящими солдатами и с израильскими полицейскими когда у тех заканчиваются боеприпасы вот когда вот эти три категории или потому что находила или очень много трупов полицейских находили допустим человека у него там личное оружие и ни одного патрона не осталось а рядом горы террористов вот так десятки израильских полицейских так погибли в таких обстоятельствах выполняя функции спецназа с пистолетом так вот я к чему это все говорю что по поводу гуманитарных пауз не будет никаких гуманитарных пауз мы убьем каждого вооруженного мужчину секторе газа и мы освободим всех кого можно кстати сегодня пошла информация вот в эти самые часы пока мы с вами разговариваем что исламский декаб готов освободить двух израильских заложников качестве жеста другой доброй воли я думаю что там сложная оперативная игра ведется нашими спецслужбами но я не скажу больше чем я сказал и это кстати между прочим между прочим иллюстрирует мою тезу которая в первый жизнь высказал что недалеко не все эти 240 человек которые там находятся находятся в руках хамаса часть из них находится в руках исламского джихада а часть вообще в руках уголовников которых там там если ты не террористу ты уголовник там нету какого-то третьего это в какой-то степени очень сильно похоже на донецкую и луганскую народные республики вот эти вот квази государства я тоже очень много аналогий нахожу вы знаете вот очень много между этими двумя там когда когда вот это произошло в 14 году события вся уголовная мразь с территории российской федерации съехалась в эти два анклава в эти серые зоны где они прокручивали свои темные делишки нет сомнений поэтому я вот поскольку мы заговорили о том надо ли умиротворять бандитов я сегодняшний наш разговор хочу закончить я еще не читала большой материал о том что ведущий эксперт по терроризму мэтью левит в отчете для конгресса сша рассказал следующее что хамас годами получает деньги из разных источников ес и оон международные всякие организации а таких стран как иран россии сирия катара а также подконтрольных там строительных компаний банков он называет цифры следующие годовой доход хамас составляет от 300 до 400 миллионов долларов от налогов вымогательства пограничного контроля и других средств кроме того он за период 14 года по 2020 по некоторым оценкам вложил сектор газа четыре с половиной миллиарда долларов 730 миллионов долларов за последнее время сектора газа получила структуре с еще 360 непосредственно от германии в которой сейчас вы знаете дурдом происходит буквально до антисемитский и тогда это можно много цифр приводить но я просто хочу вас спросить а чем тогда от них ожидали если мы буквально впасть дракону то дата вот все эти гуманитарные общественные организации бросали миллиард долларов ну чего делали гуманитарные организации европы я думаю что это абсолютно риторический вопрос потому что смотрите во первых ну нету ни одного национально освобождительного так называемого движения в мире которое бы получало столько денег от международных организаций как палестинцы ну что все остальные они воюют там с кем-то еще да там с французами с американцами там не знаю а эти воюции время ну намного лучше помогать тем кто воюции время много веселее слушайте на территории сирии за эти 20 лет там погибли сотни тысяч людей на территории ирака погибли сотни тысяч людей это вообще кого-то интересовало в африке людей едят до сих пор это вообще кого-то какую-то мразь европейскую интересовала это в россии кого-то интересовало всех этих лицемерных борцов за права человека с российским гражданством это никому не интересно а палестинцы интересно всем потому что евреи потому что израиль потому что израиль израильская военщина и так далее сегодня израиль делает грязную работу за весь европейский мир также как украина делает грязную работу только украина закрывает европу от угрозы северо-востока а мы закрываем угрозу европы со стороны юго-востока только и всего разница в направлении географично так получилось секундочку секундочку подожди теперь значит это касается европы но у нас то тоже должна быть голова на плечах а не тухость так вот наше геополитическое руководство за последние 15 лет села в калошу с оценкой природы и характера хамаса как явление на геополитической карте ближнего востока и попытка договариваться с хамасом это примерно то же самое что у вас были попытки договариваться с путиным с четырнадцатого по двадцать второй год при этом знаете в чем анекдот вот как многим вашим людям казалось логично что мы пытаемся договариваться с хамасом так и нам со стороны казалось что вы пытаетесь договариваться с путином она как-то договариваться вот какие-то вещи понимаете пока ты не окунешься в это дерьмо ты это не поймешь вот как вы пытались дрессировать крокодила таким и пытались дрессировать крокодила а крокодила можно только убить если убить аккуратно потом можно снять кожу черт с ним и без кожи можно обойтись главное убить спасибо большое григорий с вами всегда интересно и захватывающе и очень профессионально поэтому ну я надеюсь что мы еще не раз поговорим спасибо большое за поддержку украины и как всегда эти эфиры хочется закончить словами слава украины слава израиля я хочу передать всем гражданам свободолюбивой украины привет из солнечного иерусалим спасибо большое до встречи до свидания победа вам его